Всем привет! С вами канал Патан Амебного Уровня и Медсайентист. Сегодня мы продолжаем изучать расстройства кровообращения. Мы будем изучать нарушения реологических свойств крови и их последствия. Это стаз, тромбоз, эмболия, инфаркт, а также нарушения регуляции сосудистого тонуса, такие как шок. Привожу классификацию нарушений кровообращения еще раз. И вот сегодня мы будем изучать в первую очередь нарушения реологических свойств крови. Также мы будем говорить немножко о нарушениях регуляции сосудистого тонуса. Это шок и коллапс. И поговорим о нарушениях кровенаполнения. Это ишемия и его следствия инфаркта. Итак, стаз. Это остановка кровотока в микрососудах. Имеет свое следствие. Называется оно сладж, которое является склеиванием форменных элементов крови, прежде всего эритроцитов. Основной причиной является изменение заряда эритроцитов, изменение белкового состава крови. В итоге в сладже эритроциты собираются в такие структуры по типу монетных столбиков, которые весьма характерны для этого процесса. И вот микропрепарат стаз в капиллярах головного мозга. Вот для примера мы видим головной мозг в норме. Вот небольшой сосудик, в котором видны единичные эритроциты. В случае стаза мы видим большое количество эритроцитов в одном небольшом сосудике, которые к тому же еще и слегка деформированы. И имеют тенденцию к формированию монетных столбиков, то есть к сладжированию. По периферии сосуда мы видим признаки перевоскулярного, вот вокруг сосуда такое просветление, это перевоскулярный отек и перицеллюлярного отека, то есть вот такой сетчатый вид ткани головного мозга. В случае нормы вот этот вот сетчатый вид, он не такой выраженный, равно как и перевоскулярные очаги просветления. Начнем с такого очень важного процесса, как гемостаз, тромбоз и все, что с ним связано. Если мы говорим о процессе гемостаза, то есть две основных его фазы. Это сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. Основные клинические показатели. Для сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза это время кровотечения под юг в норме до 3 минут, это время ретракции кровяного сгустка, а также отдельные показатели общего анализа крови, в частности количество и морфология тромбоцитов, поскольку при различных тромбоцитопатиях могут наблюдаться нарушения сосудисто-тромбоцитарного звена с развитием петухиально-синячкового типа кровоточивости. Показатели коагуляционного гемостаза это протромбиновое время и протромбиновый индекс, который является расчетным показателем. Это протромбиновое время в условиях нормы разделить на протромбиновое время де-факто. Кстати говоря, учитывая то, что протромбин это белок, который синтезируется в печени, протромбиновый индекс является показателем, который также определяет степень печеночно-клеточной недостаточности. Далее это МНО или международное нормализованное отношение, активированное частичное тромбопластиновое время или АЧТВ, уровень фибриногена и Д-димер. Итак, очень важное определение, которое очень любят спрашивать на экзаменах. Это тромбоз. Прижизненное свертывание крови в просвете сосудов. Здесь три основных момента. То, что это прижизненный процесс, то, что это, естественно, свертывание крови, и то, что он наблюдается именно в просвете сосудов. Мы только что сказали, что процесс гемостаза состоит из сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звена. В состав сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза входят вот такие три А. Адгезия тромбоцитов к поврежденному эндотелию, их активация, а также их агрегация и агглютинация. Адгезия это прикрепление к эндотелию. Активация это выброс ими биологически активных веществ. И агрегация это скопление их в агрегаты, то есть уже в тромбоцитарные тромбы. Ну и, наконец, второе звено гемостаза это коагуляционный гемостаз, началом которого служит превращение фибриногена в фибрин, укрепление тромбоцитарного тромба фибриновыми нитями. Далее эритроциты осаждаются на фибриновый тромб, формируется уже красный тромб. В дальнейшем происходит ретракция сгустка. Это процесс, который является энергозависимым, а поскольку он является энергозависимым, то он определяет различия тромба от посмертного сгустка, о которых мы будем говорить чуть попозже. И, наконец, это прецепитация белков плазмы крови. И вот на этой картинке, которую я взял из не помню какого учебника, показаны основные этапы гемостаза. То есть, появление тромбоцитарного тромба, дальше превращение фибриногена в фибрин и укрепление тромбоцитарного тромба нитями фибрина, формирование окончательного фибринового сгустка и, наконец, ретракция сгустка. И вот на этой картинке показаны также основные элементы формирования тромба, только гораздо более подробно. На этой картинке мы видим сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза. Повреждение эндотелия приводит к обнажению фактора фон Вилебранда. С ним связывается гликопротеин 1B тромбоцитов, что приводит к адгезии тромбоцитов к сосудистой стенке и запуску тромботического процесса. Вот здесь мы уже видим процессы активации, platelet-release action, и в дальнейшем уже агрегации формирования тромбоцитарного тромба. Вот даже написано platelet-aggregation. А вот эта вот картинка напомнит вам курс нормальной физиологии. Это механизмы внутреннего и внешнего пути гемостазов. Напомню, что при недостатке 11-го фактора, 9-го и 8-го развивается группа состояний, которые известны как гемофилии. Гемофилия А это дефицит 8-го фактора, известная среди нашей царской семьи Романовых. Это дефицит 9-го фактора или гемофилия В и дефицит 11-го фактора или гемофилия С. На этой схеме представлена трансформация фибриногена в фибрин. Фибриноген путем частичного протеолиза превращается в мономер фибрина, который в дальнейшем полимеризуется сначала в димер, потом в тетрамер, и потом уже образует вот такую фибриллярную нитчатую структуру, которая уже играет непосредственную роль в формировании фибринового сгустка. И вот электронограмма, первая стадия образования тромба, скопление, глютинация и дегрануляция тромбоцитов. Что мы видим? Мы видим сосуд, вот он, это сосуд. В просвете сосуда мы видим огромное количество маленьких клеточных структур, лишенных ядра, это тромбоциты. Между тромбоцитами мы видим скопление ярко-электронно-плотного вещества, это содержимое гранул тромбоцитов, которые они уже извергли из своей цитоплазмы, инициировав тем самым формирование тромбоцитарного тромба. На этой схеме представлены основные антикоагулянты и механизмы их действия. Причем ряд этих первичных антикоагулянтов имеют определенную роль в патогенезе ряда патологических состояний. Например, протеины С и С являются достаточно важными факторами антикоагуляции, и следовательно, факторы, которые определяют развитие ДВС-синдрома при таком состоянии, как сепсис. Фибринолиз – это механизм разрушения фибриновых нитей. Фибринолиз осуществляется путем белка плазмина или фибринолизина, который получается из плазминогена с помощью двух ферментов. Это либо тканевой, либо урокиназный активатор плазминогена. Также эти два активатора плазминогена могут ингибироваться белком ПАИ-1 или ингибитором активатора плазминогена. Стоит отметить, что белок ПАИ-1, помимо того, что он ингибирует процессы фибринолиза, точнее он ингибирует активацию процессов фибринолиза, он является важным фактором развития такого процесса, как склероз. И, наконец, очень важный в экзаменационном плане тезис – это триада Вирхова, которая определяет основные группы причин образования тромбов. Их, как вы поняли, три. Это нарушение целостности сосудистой стенки, нарушение гемодинамики и нарушение состава крови. На этой схеме представлены основные виды тромбов – это белый, красный, смешанный и диалиновый. А также и характерные особенности. Для белого характерно наличие только тромбоцитов, лейкоцитов и фибрина. В красном еще присоединяются эритроциты в большом количестве. В смешанном есть эритроциты, но в умеренном количестве. Для геолинового характерно наличие агглютинированных белков плазмы крови. Далее. Белые – внешне, естественно, белого цвета. Красные, следуя капитану очевидности, будут красными. У смешанных есть три части. Это головка, тело и хвост. Причем головка белая, тело смешанное, а хвост красный. Причем и белый, и красный смешанные имеют плотную консистенцию и плотно прикреплены к стенке сосуда. Геолиновые тромбы представляют из себя гомогенную и азинофильную массу, и их можно увидеть исключительно в микроскоп. Белые тромбы образуются, как правило, в артериях, как правило, медленно. Красный, наоборот, в венах и быстро. Смешанные, соответственно, могут образовываться в любых отделах. Геолиновые образуются быстро, обычно в сосудах микроциркуляторного русла, при ДВС-синдроме, либо при каких-то аутоиммунных процессах. И вот микропрепарат, смешанный тромб в сосуде. Вот мы видим стенку сосуда, к которой плотно прикреплены тромботические массы. Причем это свежий, обтурирующий фибриновый тромб. То есть здесь мы видим исключительно нити фибрина, большое количество эритроцитов, но мы не видим признаков прорастания этого тромба соединительной тканью. Что говорит о том, что с момента образования этого тромба прошло не так много времени. Если тромбы уже больше недели, то там уже будут признаки его организации, то есть прорастания соединительной тканью. И вот по локализации выделяют следующие виды тромбов. Это пристеночные, которые бывают чаще всего в крупных артериях. Они стенозируют часть просвета сосуда, не вызывая полной его закупорки. Далее это обтурирующие тромбы. Как правило, они возникают в венах и артериях более мелкого, чем аорта или крупные артерии калибра. То есть средний мелкий калибр. Это тромбы, которые полностью обтурируют просвет сосуда. Очень часто это характерно для венечных артерий. Что в дальнейшем может привести к инфаркту миокарда. Либо для артерий головного мозга с развитием инфаркта головного мозга. Либо для мезентериальных артерий с развитием инфаркта кишки. И шаровидные тромбы, которые формируются в полостях, либо в полости предсердия, либо в полости аневризмы. Если в полости предсердия образуется большой шаровидный тромб, то может развиться так называемый симптом ваньки-встаньки. Когда этот тромб в положении стоя, под действием силы тяжести, опускается вниз, блокируя собой атриовентрикулярное отверстие. В итоге развивается сердечная недостаточность, коллапс, пациент падает. После падения тромб, под действием силы тяжести, откатывается от предсердно-желудочного отверстия, ток крови восстанавливается, больной приходит в себя, опять встает, опять больной падает в обморок из-за того, что тромб обтурировал просвет атриовентрикулярного отверстия, и цикл продолжается, пока больной не поймет, что с ним произошло. И вот на этой картинке мы видим пример тромбоза, это пристеночные тромбы в аорте. И вот на препарате мы видим пример пристеночных тромбов, в данном случае в аорте. Это плотные синюшно-багровые массы, интимно связанные с интимой аорты, которые имеют гофрированную поверхность. Выделяют несколько особых видов тромбов. Это марантические, которые возникают при общем истощении или обезвоживании, опухолевые, микробные или септические, дилатационные или шаровидные, о которых мы уже говорили, и тромбы-наездники, когда тромб формируется на тромбоэмболе. А также очень важный вопрос, который часто спрашивают на экзаменах, чем отличается тромб от посмертного сгустка. Дело в том, что посмертный сгусток по патогенезу отличается от тромба отсутствием двух этапов, которые проходят в живом организме. Во-первых, это адгезия, агрегация и прочее, которые имеют место в самом начале процесса тромбообразования. Во-вторых, это ретракция сгустка, которая приводит к выдавливанию всей ненужной жидкости из сгустка крови. Итак, первые два признака, это консистенция и поверхность, обусловлены тем, что в тромбе ретракция сгустка есть, в посмертном сгустке ретракции сгустка нет. Поэтому у тромба консистенция плотная, вся жидкость выдавилась, в посмертном сгустке она дряблая, жидкость осталась. Поверхность тусклая, гофрированная, за счет того, что жидкости нет, все сжалось. Кроме того, откладываются новые порции тромбоцитов, кроме того, откладывается фибрин в условиях движения крови. Это обусловливает характерную поверхность тромба. В случае посмертного сгустка, он просто выполняет форму сосуда. Поскольку сосуд гладкий, то посмертный сгусток тоже будет гладким. И тромб будет прикрепленным к стенке сосуда, поскольку для процесса тромбоза необходима адгезия. Посмертный же сгусток не будет прикреплен, поскольку для формирования его адгезия не нужна. И вот чем различаются внешний тромб и посмертный сгусток. Тромб плотной консистенции, такого серовато-вишневого цвета, с гофрированной поверхностью, интимно спаянной со стенкой. Посмертные сгустки имеют форму тех сосудов, в которых они располагались, имеют гладкую поверхность, дряблую консистенцию по сравнению с тромбом, и такой блестящий внешний вид. Исходы тромбоза. Стандартно две группы. Это благоприятные и неблагоприятные. Благоприятные. Это контракция с дальнейшей ретракцией, асептический лизис, прорастание соединительной тканью или организация, прорастание эндотелием или воскулиризация, по-другому это еще называется реканализация, когда в тромбе образуются новые каналы в виде вот таких сосудов, образованных в результате неоангиогенеза. Инкорпорация или встраивание в стенку кровеносного сосуда, кальцификация или дистрофическое обозвестление, и осификация, которая возникает очень-очень редко. К неблагоприятным исходам тромбоза относят септический или микробный лизис с формированием септического эмбола, что в общем-то характерно для всех неблагоприятных исходов. Вспоминая неблагоприятные исходы некроза, неблагоприятные исходы кровоизлияния, везде имеет место септический процесс. Кроме того, неблагоприятным исходом тромбоза является тромбоэмболия. И вот на этой картинке показано, зачем нужна инкорпорация тромба в стенку аневризмы. Она повышает прочность дефектной стенки аневризмы, не давая ей разорваться и привести к тяжелому, угрожающему жизни кровотечению. А вот на этой картинке представлены некоторые исходы тромбоза. Вот септическое расплавление, асептический аутолиз или фибринолиз и организация, то есть рост сойдительной ткани в тромб. Переходим к следующему разделу, это эмболия. Эмболия – это циркуляция в кровотоке или лимфе, не встречающихся в норме частиц, которые называются эмболами, и дальнейшей закупоркой этими эмболами просвета сосудов. Выделяют достаточно много видов эмболов. Это тромбоэмболы, это жировые эмболы, которые возникают при внутривенных инъекциях масляных растворов или размножении жировой клетчатки, в том числе желтого костного мозга, например, при тяжелых переломах трубочных костей. Далее, тканевая или клеточная эмболия, по сути, это метастазирование опухолей. Микробная или септическая эмболия, эмболия инородными телами, например, частицами разрушенной бляшки. Кстати, касательно эмболии инородными телами, хочется вспомнить один эпизод, который был во время обучения в институте, еще курсе на третьем или четвертом, не помню. В это время был распространен такой замечательный антидепрессант, как тианептин или как сил. Проблема в том, что если этот антидепрессант сильно растолочь, а потом пустить по вене, то он давал выраженный наркотический эффект. В связи с этим многие наркоманы расталкивали таблетки этого тианептина и пускали по венам, обычно это вены нижних конечностей, в результате чего компоненты кварцевого песка, которые находились в этих таблетках и которые были нерастворимы, вызывали эмболию инородными телами мелких сосудов нижних конечностей этих наркоманов, что в итоге приводило к тяжелейшим гангренам нижних конечностей, вплоть до того, что мягкие ткани полностью лизировались. Оставались две берцовые кости, которые достаточно было просто подпилить, чтобы в дальнейшем избавить пациента от ноги. Дальше выделяют воздушную эмболию, это попадание воздуха в зияющие крупные вены, например при травмах этих крупных вен, например при родах, когда воздух попадает в вены матки. Кроме того, может быть при травмах склерозированного легкого, либо при внутривенных инъекциях воздуха. Но для того, чтобы развелась смерть, нужна инъекция достаточно большого количества воздуха, более 300 мл. Газовая эмболия возникает в двух случаях. Во-первых, при кессонной болезни, когда образуются пузырьки азота из растворенного в крови азота при декомпрессии. И газовая гангрена, когда пузырьки газа образуются в результате действия наэробной флоры в замкнутых фасциальных футлярах и под большим давлением выходят в кровь. И, наконец, эмболия околоплодными водами. Это может быть во время родов из-за высокого внутриматочного давления, когда в зияющие вены плацентарного ложа попадают околоплодные воды. И в итоге мы можем видеть, например, в легких наличие пушковых волос. По направлению движения эмбола выделяют ортоградную, то есть по физиологическому току жидкости, ретроградную, против физиологического тока жидкости, и парадоксальную эмболию. Для парадоксальной эмболии необходимо наличие дефекта межпредсердной или межжелудочковой перегородки, поскольку парадоксальная эмболия – это переход эмбола из одного круга кровообращения в другой. И вот препараты. Это препарат жировой эмболии сосудов легкого, окраска суданом-3. Мы видим в просветах сосудов легкого большое количество липидов, которые окрашиваются суданом-3 в желтый цвет и закупоривают просвет сосудов, не давая идти эритроцитам. Вот макропрепарат эмболический гнойный нефрит. Почка несколько увеличена в размерах. На поверхности капсулы определяются множественные белесоватые чешки, которые местами сливаются и по сути своей являются микроабсцессами, то есть результатом миграции в почку микрофлоры с развитием там гнойного воспаления. Переходим к одной из самых обидных причин смерти в хирургической практике, это тромбоэмболии легочной артерии. Тела или тромбоэмболии легочной артерии, это окклюзия главного ствола или ветвей легочной артерии тромбоэмболом, который первично образовался либо в венах большого круга кровообращения, либо в правой половине сердца, как правило, в ушке правого предсердия. Вот на этой схеме показан детальный механизм патогенеза Тела. В целом патогенез Тела сводится к двум основным звеньям. Это обструкция выходного отдела правого желудочка и активация патологических рефлексов. Эти рефлексы активируются при взаимодействии тромбоэмбола с рецепторами бифуркации легочной артерии, в первую очередь с барорецепторами, которые в итоге приводят к активации следующих рефлексов. Это вазовазальный рефлекс, проявляющийся диффузным сужением прекапилляров и бронхолегочных артериевого венозных анастомозов. Это легочно-коронарный или пульмоно-коронарный рефлекс со спазмом венечных артерий сердца. Это легочно-сердечный рефлекс с развитием грубых нарушений ритма вплоть до асистолии. И легочно-сосудистый рефлекс или рефлекс парина с генерализованным падением АД в большом круге кровообращения. Все эти четыре рефлекса вместе обычно называют едино-пульмоно-коронарный рефлекс. И вот этот пульмоно-коронарный рефлекс, который обычно спрашивают на кафедрах, включает в себя вот эти четыре рефлекса, которые желательно знать, чтобы понимать, от чего умирают люди с тромбоэмболией легочной артерии. Классификация ТЭЛа есть по остроте развития, острое, подострое, хроническое, по локализации тромба на уровне сегментарных артерий с развитием инфаркта, на уровне долевых и промежуточных артерий и на уровне главных легочных артерий и легочного ствола с развитием внезапной смерти в течение нескольких минут от активации пульмоно-коронарного рефлекса и острой обструкции выходного отдела правого желудочка. Кроме того, могут выделять массивную, субмассивную, немассивную тромбоэмболию, а также по локализации тромба и прочие-прочие виды классификации ТЭЛа. И вот на этом макропрепарате мы видим примеры тромбоэмболии легочной артерии. В просвете легочной артерии определяются тромботические массы, плотной консистенции, с гофрированной поверхностью, синюшно-багрового с примесью белесоватого цвета, которые полностью выполняют просвет легочной артерии. Иногда их может быть очень много. Стоит отметить, что легочная ткань при ТЭЛа является сухой, поскольку новая жидкость не притекает, а вся имеющаяся уже оттекла по лимфатическим сосудам, то легкое будет сухим. Это является одной из важнейших характеристик легкого при ТЭЛа. Как развиваются инфаркты легких при эмболии мелких ветвей легочной артерии? Для этого нужно вспомнить, что кровообращение в легких двойное. С одной стороны имеется кровоснабжение из ветвей легочной артерии, там идет венозная кровь, которая в дальнейшем проходит через капилляры, обогащается кислородом и артериальная кровь через легочные вены идет в левое предсердие. Кроме того, есть бронхиальные артерии, которые уже идут из системы подключичной артерии. В дальнейшем эти артерии кровоснабжают сосуды легких, давая им необходимый кислород. Артериальная кровь становится венозной и это все добро впадает в непарную вену или вена азигас. Отметим, что между бронхиальными артериями и ветвями легочной артерии имеются анастомозы, бронхопульмонарные и внутрипульмонарные бронхиальные вены. Так вот, при тромбоэмболии легочной артерии, то есть когда образуется блок на уровне какой-то ветви легочной артерии, давление в системе легочной артерии падает. Поэтому по этому градиенту давления артериальная кровь идет через бронхопульмонарные анастомозы и начинает диффузно имбибировать ткань. Кровь там остается, рано или поздно превращается из артериальной в венозную и развивается гипоксия с развитием некроза, то есть в данном случае это красный инфаркт, при котором наблюдается массивное имбибирование кровью тканей легкого. И вот это является основными элементами патогенеза геморрагического инфаркта легких. Как геморрагический инфаркт легкого выглядит макроскопически? Выглядит он как и любой другой инфаркт. Он имеет треугольную форму, верхушкой обращенной к воротам органа, основанием обращенной к плевре. Стоит отметить, что на плевре могут быть фибринозные наложения, как демаркационное воспаление вокруг инфаркта. И в области верхушки, в просвете сосудов, обнаруживаются вот такие червячки. То есть это мелкие тромбоэмболы, которые обнаруживаются в просвете мелких ветвей легочной артерии. И вот как мы видим это гистологически. Слева легкая в норме, справа геморрагический инфаркт. Ткань легкого диффузно имбибирована эритроцитами. Стенки легкого с признаками некроза, то есть гомогенизация, отсутствие ядер. Также определяются слабо выраженные признаки гемосидороза. Вот на правой картинке признаки гемосидороза выражены лучше. Здесь представлен край инфаркта, где также отмечается незначительное, очень слабое демаркационное воспаление. Следующая тема это синдром диссеминированного сосудистого свертывания или ДВС-синдром. Это распространенное тромбообразование в сосудах микроциркуляторного русла с последующим истощением факторов свертывания и тромбоцитов, активацией фибринолиза и нарастанием гипокоагуляции. Выделяют 4 основные стадии ДВС-синдрома. Это стадия гипокоагуляции, стадия коглопатии потребления, стадия гипокоагуляции и, если мы оптимисты, то это восстановительная стадия. Если, конечно, стадия гипокоагуляции не закончилась, экзитус леталис. Какие есть основные варианты патогенеза ДВС-синдрома? Он может запускаться из-за активации внешнего или прокоагулянтного пути гемостаза, например, в результате синдрома длительного сдавления, метастатического поражения или эмболеково-плодными водами. Он может запускаться в результате преобладания внутреннего или контактного пути гемостаза, это любые системные повреждения сосудистой стенки. В первую очередь, шок, также могут быть системные воскулиты. И, наконец, это смешанный механизм. Основные элементы патогенеза ДВС-синдрома. Они, в общем-то, отражают все стадии ДВС-синдрома. Сначала активируется тромбообразование, это первая стадия гипокоагуляции, с избыточным тромбообразованием в сосудах микроциркуляторного русла. На вот эти вот все микротромбы расходуются тромбоциты и факторы свертывания. Рано или поздно они заканчиваются и начинает активироваться фибринолиз, что в итоге приводит к геморрагическому синдрому повышения сосудистой проницаемости и кровотечения. В итоге в легких может наблюдаться серозно-геморрагический отек, в надпочечниках микротромбы и микрокровоизлияния, иногда даже с развитием двухстороннего кровоизлияния в надпочечнике, так называемого синдрома Уотерхауза Фридериксона, развитие некрозов, в других органах, также неспецифические изменения, некрозы, кровоизлияния, микротромбы. Следующий раздел это артериальная малокровие. Выделяют два основных вида, общая артериальная малокровие или анемия, и местная артериальная малокровие или ишемия, которые мы сейчас и будем разбирать. Выделяют следующие виды ишемии. Это ангиоспастическая в результате спазма сосудов, обтурационная в результате либо обтурации тромбом, либо обтурации атеросклеротической бляшкой, компрессионная в результате сдавления, облитерационная в результате облитерации сосудов, например, при различных системных воскулитах или облитерирующем эндортериите, и при перераспределении крови. Результаты ишемии зависят от того, острая она или хроническая. В случае острой ишемии развивается некроз ткани, инфаркт или гангрена. В случае хронической ишемии развивается атрофия паренхимы, склероз строймы и развитие сосудистых колатералей. Впрочем, как и практически для любого хронического процесса. Итак, инфаркт. Это определение вам знать прям обязательно-обязательно, потому что это очень часто спрашивают на экзаменах. Инфаркт – это сосудистый некроз. В патогенезе инфаркта выделяют три основные стадии. Первая стадия – ишемическая, при которой морфологические изменения выражены незначительно, как правило, это изменения, предшествующие некрозу. Например, это могут быть какие-то электронные микроскопические, изменения, либо это может быть исчезновение гликогена при окраске ПАПАС, либо какие-то уже более явные некробиотические либо паранекротические изменения. Следующая стадия – стадия некроза. Это уже полноценный некроз со всеми его признаками – кариопикнос, кариорексис и прочее, и демаркационным воспалением. Если на серозных оболочках, то это фибринозное воспаление. И, наконец, стадия организации или заживления, когда зона некроза прорастает сначала грануляционной, а затем зрелой рубцовой тканью. По цвету выделяют три варианта – это белый или ишемический, красный или геморрагический, и белый с геморрагическим венчиком. Белый чаще всего в селезенке в головном мозге, красный – в легком или в сердце, так называемый реперфузионный инфаркт миокарда, довольно редко встречается, и белый с геморрагическим венчиком, чаще всего встречается в сердце или в почке. Какие могут быть основные причины развития инфаркта? В целом, основная причина – это несоответствие между потребностью органов кислорода и его снабжением. Либо это может быть в результате резкого снижения снабжения кислородом при нормальной потребности, либо при незначительном снижении снабжения, но при этом потребность органов кислорода будет существенно повышена. Итак, к белому инфаркту могут приводить тромбоз, эмболия, длительный спазм и функциональное перенапряжение в условиях недостаточного кровотока. Вот это как раз вариант, когда незначительное снижение кровоснабжения, но при этом в условиях повышенной потребности органов кислорода. Если мы говорим о красном инфаркте, то основной причиной является острый венозный застой, как, например, в случае так называемой синей флегмазии. Кроме того, к красному инфаркту может приводить кровоизлияние в зону некроза, что может быть при реперфузионном инфаркте миокарда. Выделяют два основных варианта кровоснабжения органов. Это магистральный, ну вот, например, в почке под римской цифрой 4, когда имеется один сосуд, который через ворота проходит в орган, и там он дихотомически ветвится, ветвится, ветвится до самых субкартикальных, субкапсулярных отделов. И рассыпной тип кровоснабжения, когда имеется либо несколько источников кровоснабжения, вот, например, кишка, или кора больших полушарий, или мышца, либо это может быть несколько основных сосудов, которые имеют между собой коллатерали. В случае рассыпного типа кровоснабжения развивается инфаркт неправильной формы. В случае магистрального типа инфаркт имеет правильную форму, треугольную, или коническую, или пирамидальную, или клиновидную, еще есть энное количество синонимов. И вот пример инфарктов. Самый классический это инфаркт миокарда, белый с геморрагическим венчиком. На разрезе сердечной мышцы мы видим очаг бледного, дряблого миокарда, вот он, окруженного венчиком более темной полнокровной ткани с кровоизлиянием. То есть, вот очаг некроза, и вот вокруг него зона демаркационного воспаления. Как это выглядит под микроскопом? Под микроскопом три зоны. Первая зона, зона некроза, гомогенные и зенофильные массы. Вторая зона, зона демаркационного воспаления, представленная на большем увеличении мы видим это ткань уже с начальными признаками некроза и с выраженной нейтрофильной инфильтрацией, а также с полнокровием сосудов и мелкими кровоизлияниями. И, наконец, третья зона, это зона относительно сохранной ткани. Итак, три зоны. Первая зона это некроз, вторая демаркационное воспаление, третья зона относительно сохранной ткани. Дальше, переходим к нарушениям регуляции сосудистого тонуса. Первая, это коллапс. Это острое значительное снижение артериального давления, которое развелось в результате несоответствия ОЦК и емкости сердечно-сосудистого русла. Обычно коллапс развивается достаточно резко. Бывает по патогенезу ортостатический коллапс, когда человек резко встает, у него резко оттекает кровь от головного мозга вниз и это приводит к ишемии головного мозга и обмороку. Может быть коллапс лекарственного генеза, например, при приеме нитроглицерина, когда развивается резкое расширение венозных сосудов, там скапливается кровь и опять же может развиться кратковременная ишемия головного мозга и обморок. Также важно еще одно экстремальное состояние как шок. Это острое тяжелое общее состояние организма, вызванное сверхсильными повреждающими факторами, для которого характерно стадийное прогрессирующее расстройство жизнедеятельности с пренапряжением всех функциональных систем организма и последующим их истощением. Основными звеньями патогенеза шока являются централизация кровотока, то есть перераспределение кровотока в сторону тех органов, которым он больше всего нужен, это сердце и головной мозг. Как следствие возникает неадекватная перфузия органов с развитием циркуляторной гипоксии этих органов и генерализованные повреждения эндотелия сосудов с развитием ДВС-синдрома. И как следствие всего этого развивается полиорганная недостаточность. Для того, чтобы понять принципы патогенетической классификации шока, нам нужно понять, какой основной фактор влияет на развитие шока. Этот фактор, конечно же, артериальное давление. От чего зависит артериальное давление? Оно зависит от функции сердца, оно зависит от сосудистого тонуса и оно зависит от объема циркулирующей крови. Отсюда выделяют три основных варианта шока. Это кардиогенный в результате острой сердечной недостаточности, это вазогенный в результате генерализованного пролеча сосудов, два варианта есть, токсический и анафилактический, и, наконец, гиповолимический в результате снижения ОЦК. Может быть, либо постгеморрагический, либо гиповолимический, когда пациент теряет огромное количество жидкости, либо при холере, либо, может быть, при чрезмерной рвоте беременных, либо еще при каких-либо подобных состояниях. И, конечно же, смешанный. Выделяют три основные стадии шока. Это ректильная стадия, стадия относительной компенсации. Торпидная стадия, это стадия перехода компенсации в декомпенсацию, когда в периферических тканях накапливаются метаболиты, вызывающие паралич сосудов. Происходит децентрализация кровотока и начальные микроциркуляторные расстройства. И, наконец, необратимая фаза, когда происходит системное прогрессирование дециркуляторных расстройств. ДВС-синдром, полиорганная недостаточность и различные так называемые шоковые органы. Шоковая легкая или респираторный дистресс синдром взрослых, по-другому болезнь гиалиновых мембран, а также шоковая почка, проявляющаяся некрозом эпителия извитых канальцев почки. В патогенезе шоковой почки важнейшую роль играет такой процесс, как централизация кровотока. Это адаптационная реакция, вызванная кровотока в сердце и в головном мозге. В сердце и в головном мозге при централизации происходит расширение артериол, что усиливает их кровоснабжение, но при этом в периферических тканях происходит спазм артериол и открытие артериола винулярных анастомозов, что приводит к сбросу крови в системный кровоток, для того, чтобы сердце и головной мозг получили немного больше крови. И вот основное проявление централизации кровотока в почке это шоковая почка. При падении давления ниже фильтрационного это 70 мм ртутного столба в почке прекращается фильтрация, поскольку ниже 70 мм ртутного столба фильтрация происходить не может по анатомическим причинам. Поскольку кровь не фильтруется, открываются юкстагломерулярные шунты или шунты труэта и происходит сброс этой крови через сосудов пирамид, в результате которого мы видим покраснение пирамид с появлением подчеркнуто выраженной границы с корой. Но раз не происходит фильтрации, то и не происходит кровоснабжение из витых и прямых канальцев почки, поскольку они кровоснабжаются из сосудов, которые идут как раз из клубочка. Это в свою очередь ведет к некрозу из витых канальцев нефрона. Почему именно из витых? Потому что в них проходят процессы активной реабсорбции, а также секреции, которые потребляют большое количество энергии АТФ. Поскольку они потребляют много энергии, им нужно ее очень много, то они наиболее чувствительны к гипоксии. Чем больше структура чувствительна к гипоксии, тем она раньше повреждается в условиях этой самой гипоксии. Цель реакции при этой шоковой почке это всеми возможными средствами поднять или хотя бы сохранить оптимальный уровень артериального давления. И вот на этой схемке мы видим этот самый шунтруэта. Вот приносящая артериола, вот клубочек, если давление ниже фильтрационного, то кровь сбрасывается по шунту сразу в вены и это будет способствовать хоть какому-то поддержанию артериального давления. И вот макропрепарат шоковая почка. Почка в размерах не изменена, отмечается бледность коры и резкое полнокровия вплоть до черноты пирамид. Граница между корковым и мозговым веществом резко подчеркнута. Гистологически в шоковой почке мы видим картину некроза эпителия извитых канальцев, то есть признаки кариопикноза, кариорексиса, кариолизиса, плазмакоагуляции, плазморексиса, плазмолизиса в извитых канальцах, которые наиболее чувствительны гипоксии, но при этом прямые канальцы будут относительно сохранны, поскольку реабсорбция в них происходит пассивно и они не нуждаются в таком количестве АТФ, в котором нуждаются извитые канальцы. А вот пример шокового легкого или респираторного дистресс синдрома взрослых. В данном случае на внутренней поверхности альвеол образуются так называемые гиалиновые мембраны. Это результат повышения проницаемости сосудов, результат деструкции альвеолоцитов с пропотеванием компонентов плазмы крови, в частности фибриногена, через аэрогематический барьер. В дальнейшем фибриноген полимеризуется в фибрид, образуя вот такие гиалиновые мембраны, которые создают существенное препятствие для газообмена. На данном слайде показаны основные клинические показатели шока. В первую очередь это индекс альговера, это соотношение ЧСС на систолическое артериальное давление. Ну и другие показатели это ЦВД, это давление заклинивания легочной артерии, ударный объем, конечный диастолический объем, фракции выброса и аллигурия. Спасибо за внимание, ставьте лайки, если какие-то возникли вопросы, обязательно задавайте их. Ну и поздравляю всех милых дам с 8 марта международным женским днем.